Усадьба Лазаревых в поселке Фрянова в прошлом году отметила свое 220-летие. Сегодня она имеет статус муниципального учреждения Историко-краеведческий музей усадьбы Фрянова. Как живется памятник у истории и архитектуры федерального значения в столь почтенном возрасте и что его ожидает в ближайшем будущем, обсудили на круглом столе, который прошел в стенах усадьбы. Собрались люди, которым небезразлична ее судьба, краеведы, ветераны, старожилы поселка и представители администрации округа, от которых это будущее во многом и зависит. В частности, в год юбилея из бюджета были выделены средства на обновление усадьбы, отремонтировали фасад здания, особое внимание обратили на старинный усадебный парк, настоящий центр притяжения для местных жителей, заменили скамейки, урны, в парке появилась спортивная инфраструктура, волейбольная площадка, стационарные столы для игры в шахматы и настольный теннис. Но дел еще очень много. Фряновцы очень просят оборудовать в парке детскую игровую площадку. Пока не решена проблема двух флигелей, входящих в усадебный комплекс. Парадоксно, они находятся в частной собственности, то есть усадьбе не принадлежат. Ну и, конечно, реставрация главного здания, мечта и коллектива музея, и жителей Фрянова, и властей. С Екатериной Евгеньевной Черновой мы делали шаги, как мечты, попасть в программу реставрации усадеб. И у нас намечен был некий план для того, чтобы попасть в программу, программу и Российской Федерации, и губернатора Московской области. Я уверена, что те начальные шаги, которые мы сделали, принесут плоды. Чтобы и планы, и мечты могли реализоваться, администрация округа приняла решение усилить руководство Фряновского музея. Для этого разделяются управленческие и творческие функции. В связи с тем, что много планов по развитию усадьбы, необходимо разделить материально-техническую часть учреждения, включая то, что парковая территория присоединилась с большим объемом работ, возможно, другие парковые территории еще присоединяются, и творческую, так сказать, деятельность. С 1 февраля на должность директора назначен Сергей Егоров, одна из основных задач которого – развитие материально-технической базы. Проживает в городском округе Щелково. Есть опыт работы по реставрации объектов. Для чего я пришел на усадьбу Фрянова? Ну, во-первых, это интересно. Вся эта усадебная жизнь, реставрация, восстановление – это как бы вся моя жизнь. Давайте все вместе работать. Многолетний директор усадьбы Екатерина Чернова в должности заместителя сосредоточится на творчестве и работе по сохранению культурного наследия. Фряновцы очень уважают ее и благодарны за то, что под ее руководством усадьба стала одним из лучших учреждений культуры нашего округа и Московской области. Я постараюсь, чтобы развивалась и дальше музейная часть, чтобы те мероприятия, которые проводились, они проводились еще лучше, и чтобы их было еще больше, чтобы развивалась экспозиция. И надеюсь, что такие какие-то болевые точки, болевые проблемы, они все будут решаться. Я думаю, что Сергей Сергеевич меня поддержит. И у нас, возможно, получится тот тандем, который даст новый толчок к развитию нашего любимого учреждения. Будет время работать вплотнее с Министерством культуры Российской Федерации, Московской области. У нас будет время входить в государственные программы, привлекать бюджетные средства областные и федеральные в развитие нашей усадьбы и сделать нашу усадьбу лучше в Московской области. Такую задачу нам ставит глава. И это правильно, это важно. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.